Инициатором создания клуба стала Роза Беркешева, творческая натура, родом из Актюбинска, но давно влюблённая в Шымкент. Будучи педагогом по вокалу, на протяжении многих лет Роза занимается творчеством и пишет стихи, которые пока публикует только на личных страницах социальных сетей. И таких, как она, немало, уверены организаторы клуба, в числе которых председатель Славянского культурного центра Марина Лимаренко, чтобы поддержать, воодушевить и в будущем популяризировать работы талантливых южан, и был создан литературно-музыкальный клуб «Истоки». Хочешь, чтобы были мы друзьями? Хорошо. Отныне мы друзья. Всё. Гошу, бушующее пламя. Всё. Теперь с тобой другая я. У нас очень много задач и целей, но есть самые основные. Во-первых, это создание площадки и плодотворной среды для развития творческих личностей, будь это дети, молодёжь или же взрослые люди. Мы планируем привлекать в наши ряды всех желающих жителей нашего региона, кто любит музыку, кто любит поэзию и прозу. Планируем проводить фестивали и конкурсы с целью выявить талантливых жителей нашего города. На первом вечере собрались и известные в городе маститые поэты-барды, такие как Александр Багметов и Николай Зверев, и молодые и полные творческих идей ученики школы искусств, воспитанники оперной дивы Гульжан Раскалиевой. Своими песнями поделилась и победительница пока единственного конкурса авторской песни среди молодёжи, прошедшего два года назад, Александра Зима. Меня сегодня пригласили выступить на литературный вечер. Это очень приятно, что такие мероприятия проводятся в нашем городе. И я заметила, что последнее время они всё чаще и чаще. Нужно обязательно делиться опытом друг с другом. Мы можем узнать друг от друга то, о чём даже не подозревали. В общем, главное – общаться. Это приносит пользу творчеству. Свою работу литературно-музыкальный клуб планируют вести, активно пропагандируя культуру, любовь к несправедливо забытым ради интернета книгам, творчеству и музыке. Следующая творческая встреча намечена на апрель. Субтитры создавал DimaTorzok